Всем привет! С вами Олеся! На канале Готовим Дома! Сегодня мы приготовим вкусные пружинистые зефирки маршмеллоу. Понадобится всего 3 ингредиента, которые есть на каждой кухне и 15 минут вашего времени. Готовятся такие зефирки очень просто, справится даже новичок. А получаются такими мягкими, воздушными и пушистыми, но просто зефирки антистресс. Особенно понравятся деткам. Обязательно попробуйте и ваши впечатления я буду ждать в комментариях. Сначала подготовим форму, потому что потом у нас для этого не будет времени. Застилаем форму пищевой пленкой и смазываем растительным маслом. Желатин заливаем холодной водой и оставляем набухать на время, указанное на упаковке с желатином. Желатин хорошо набух, распускаем его на водяной бане. Ставим миску с желатином в кастрюлю с горячей водой и нагреваем, пока желатин не станет жидким. Одновременно, пока нагревается желатин, готовим сахарный сироп. В кастрюлю наливаем воду, добавляем сахар, можно добавить ложечку ванильного сахара. Ставим на плиту и нагреваем на медленном огне до растворения сахара. Сироп начинает закипать. Как только сироп активно закипел и появились крупные пузыри, снимаем сироп с огня. В это время также у нас растворился желатин, переливаем его в большую миску. Начинаем взбивать на низкой скорости. И одновременно тонкой струйкой по стеночке вливаем горячий кипящий сироп. После того, как влили весь сироп, увеличиваем скорость миксера до максимальной и взбиваем примерно 7-8 минут. Время взбивания будет зависеть от мощности вашего миксера. Примерно вот такая консистенция у нас должна получиться. По желанию можно добавить пару капель пищевого красителя, но это, конечно, не обязательно. И еще раз хорошо перемешаем массу миксером. Такой красивый нежно-розовый цвет у нас получился. Перекладываем массу в подготовленную форму и быстренько разравниваем, потому что зефирная масса довольно быстро застывает. Сверху накрываем пищевой пленкой, которую мы также смазали растительным маслом. И убираем форму в холодильник примерно на час. Готовое маршмеллоу достаем из холодильника и снимаем пленку. Для обваливания зефира смешиваем сахарную пудру с кукурузным крахмалом в равных пропорциях. Посыпаем маршмеллоу этой смесью. Благодаря ей зефир не прилипает к рукам. Также припудрим пудрой с крахмалом с другой стороны, чтобы нам удобно было нарезать зефир. Нарезаем зефир полосками. Вот такой красивый пористый зефир у нас получился. И теперь нарезаем зефир на кубики. Обваляем каждый кубик в крахмале. И наши пружинистые зефирки готовы. Зефирки получаются нежнейшие, пружинистые, воздушные, как облачко. И невероятно мягкие на ощупь. Настоящие зефирки антистресс. А готовить их одно удовольствие. А также домашние маршмеллоу получаются очень экономными и вкусными. К чаю то, что нужно. Обязательно попробуйте приготовить. Друзья, спасибо вам за внимание. Сохраняйте рецепт закладки. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые вкусные видео. С вами была Олеся. На канале Готовим Дома. Желаю вам приятного аппетита. И скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok